Микрофон, желательно рабочий. Колонки. Для музыки, ноутбук, в принципе, ничего сверхъестественного. То есть здесь будет вершиться комедия? Совершенно верно. За этим микрофоном. Небольшое помещение, площадка 2х2 с микрофоном. Этого достаточно стендап-комику, чтобы рассказать о самых волнующих проблемах. В Химках провели вечеринку «Открытый микрофон», где каждый мог прийти и попытаться развеселить зрителя. Сюда приехали ребята из Белгорода, Магнитогорска, Читы, Алтайского края и, конечно же, химчане. Денис Семин, выступающий под именем Петрович Петрович, давно загорелся идеей создать в Химках локальное сообщество комиков, которые и будут шутить о том, что происходит в городском округе. Сам занимается стендапом около двух лет. Начал заниматься по той причине, что я считал себя очень скромным и закомплекционным человеком. Я хотел как-то вот это исправить и просто пошел на встречу своим страхом. Выступил, первый раз было, конечно, страшно, меня жутко трясло. Ну, как-то влился и сейчас это просто дело, которое приносит мне удовольствие. По словам Дениса, при выходе на сцену большинством комиков руководит не столько желание собрать стадион и стать звездой, сколько желание выговориться, поднять темы, которые волнуют от политических проблем до личных переживаний. Я недавно была на фильме американском, Малифисента. Там парень бросил девушку, и она стала Анжелиной Джоли. Меня бросил парень в России, я набрала 10 килограмм, да, стала феминисткой, покрасила в рыжий цвет волосы. Лучше бы у меня были рога. Темы для шуток могут быть самыми разнообразными. А на какие темы ты больше всего любишь шутить? Или для комика нет каких-то любимых тем? Я женатый с ребенком. Соответственно, у меня есть шутки про мою семейную жизнь, про ребенка, плюс я немножко темненький. Это я не загорелый. Это от природы. Я шучу по поводу своей внешности. Денис Шевчук – комик из Химок. По основной профессии – менеджер проектов в IT-компании. Но любовь к сцене взяла свое. Говорит, чтобы собрать полноценное смешное выступление, необходимо написать сотни шуток и проверить их в открытом микрофоне. Тема должна тебя как-то затрагивать эмоционально. По теории говорят, что у тебя должно одно из четырех чувств возникать. Ты должен думать, что либо что-то глупое, либо что-то страшное, либо что-то странное, либо что-то тяжелое. Выбираешь тему, начинаешь ассоциации расписывать. У тебя кажется, что это смешно, но ты идешь, проверяешь. Кстати, сколько шуток, написанных на бумаге, доходит в итоге до сцены? Я думаю, 10-15 процентов – это немаленький процент. В планах организаторов проводить такие вечеринки в Химках каждую неделю. Это поможет создать собственное комьюнити комиков и заодно вовлечь в культуру стендапа местных жителей. Ксения Абрагина, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ. Ксения Абрагина, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ. Здравствуйте.